Как приходим на электричку, так сразу первым делом мы дезинфицируем кабину, потом уже занимаемся своими должностными обязанностями. Дезинфекция кабины электропоезда происходит не только перед началом смены, но и после нее. Машинисты протирают панель управления, рычаги, пульты, экраны и рации. Параллельно с этим идет и обработка вагонов. Ежедневно на станции Барнаул и в моторовагонном депо Алтайское все места, с которыми контактировали пассажиры, специалисты дезинфицируют при помощи средств ДП-2Т и пероксан. Это специально закупленная им химия, которая используется у нас при санитарной обработке, также это используется в хирургических отделениях. И тем самым мы происходим дезинфекцию помещений, ну либо салонов электропоездов. При этом, говорят, в депо средства полностью безопасны для людей, а значит здоровью пассажиров обработка не угрожает. За нами стоят пассажиры, которые не должны заболевать, и все меры, которые мы принимаем, это для пассажиров. Но дезинфекция вагонов – это еще не все, что делают для пассажиров. Чтобы снизить заболеваемость и уменьшить распространение болезни, железнодорожники следят за соблюдением масочного режима, как среди работников, так и среди клиентов. И активно внедряют дистанционные сервисы покупки билетов. У нас имеются мобильные приложения «Алтай-перегород» и «РЖД-пассажиры», где пассажир может оформить разовый билет электронного вида на поезда без предоставления места. Также для удобства пассажиров в скором сообщении «Восток», «Калина», направление «Барновый убийц». Можно через сеть интернет на сайте «РЖД» или «Алтай-перегород» оформить тоже электронный билет. Также на крупных станциях, всего их в крае 26, установлены терминалы самообслуживания. С их помощью можно приобрести билеты, не занимая очередь в кассы. В «РЖД» напоминают, необходимо не забывать про меры безопасности при поездке и носить маски. Ведь только так всем вместе получится эффективно бороться с вирусом. Артем Гусельников, Вадим Быстревский, «День с толком». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...